Здравствуйте! Вы на канале Вики Рецепт и сегодня я покажу, как я готовлю Трайфл Красный Бархат. Недавно я уже делилась рецептом другого Трайфл по мотивам еще одного популярного торта Молочная девочка. Сегодня будет Красный Бархат. И как говорит один известнейший шеф, это такая нежнятина, очень вкусно, нежно и довольно эффектно. Какие ингредиенты вам потребуются, вы можете посмотреть под видео или на сайте blogrecept.ru. Для бисквита разделяю желтки и белки трех яиц. Это мой любимый шифоновый бисквит. Сначала взбиваю белки с добавлением щепотки соли до устойчивых пиков. Вот таких. Пока отставляю в сторону. В миску с желтками насыпаю 120 граммов сахара. Наливаю 125 миллилитров растительного масла и 70 миллилитров воды комнатной температуры. Смешиваю миксером. Не взбиваю, а просто хорошо смешиваю. Просеиваю в смесь 170 граммов муки вместе с 10 граммами разрыхлителя. Перемешиваю уже лопаткой до однородности. Добавляю пол чайной ложки красного красителя. Хорошо перемешиваю, чтобы он равномерно окрасил смесь. Это водорастворимый пищевой краситель. Красный бархат без него не получится. Заменить краситель ничем нельзя. Фруктовый или свекольный сок после выпекания сделает бисквит некрасивым, грязновато бурым. Кладу немного белков. Первую порцию размешиваю относительно активно, чтобы сделать тесто пожиже. Потом продолжаю добавлять белки порциями, но вмешиваю уже аккуратно круговыми обертывающими движениями сверху вниз, чтобы не уронить белки. В тесто красного бархата обычно добавляют какао. С ними бисквит будет иметь более темный насыщенный красный цвет. Если хотите, добавьте, но тогда надо будет уменьшить количество муки. Перекладываю тесто в форму для выпечки. Ее я смазала маслом и немного припылила мукой. Размер формы 16 сантиметров. Ставлю выпекаться в нагретую до 170 градусов духовку на 25-30 минут. А пока бисквит печется и остывает, делаю крем. В миску кладу 250 граммов творожного сливочного крема. Насыпаю 50 граммов сахарной пудры и сначала немного смешиваю лопаткой, просто для того, чтобы при взбивании пудра не взметнулась по всей кухне. А затем взбиваю миксером минут 5 до полного смешивания. И чтобы сыр стал немного воздушнее и мягче. В другой чаше взбиваю 250 миллилитров сливок жирностью 33 процента. Взбиваю до пышности, густоты, увеличения в объеме и получения мягких пиков. Сливки должны быть из холодильника. Чашу и венчик я тоже ставлю в холодильник, чтобы они не были холодными. Но не перебейте, чтобы не получить крупинки масла. Вмешиваю сливки в сыр порциями. Первую, также как и белки, вмешиваю активно. А все следующие уже аккуратно, чтобы не уронить. Получается воздушный нежный крем. Бисквит за это время испекся и остыл. Срезаю для удобства макушку, которая поднялась куполом. Затем просто нарезаю бисквит на кусочки. Трайфу можно собирать из кусочков бисквита. А можно раскрошить их в мелкую крошку в блендере. До вот такого состояния. Подавать трайфл буду порционно, в стаканчиках. На дно стакана кладу неполную столовую ложку крошки. Затем из корнетика с насадкой звезда выдавливаю слой крема толщиной где-то 1 см. Можно воспользоваться обычным пакетиком, срезав у него уголок. И так чередую слои. Всего получается 4 слоя крошки и 4 слоя крема. Емкость моих стаканов 200 мл. Получается 6 стаканчиков. Украшаю свежими ягодами. Зимой более-менее доступно черникой, ну а летом выбор больше и посыпаю небольшим количеством бисквитной крошки. Трайфл настолько нежный и мягкий, что ему даже не нужно время на пропитку. Можно сразу же подавать. Устоять перед таким нежнейшим десертом просто невозможно. Вкусно очень, а нежно как. А более подробно с пошаговыми фото вы можете посмотреть этот рецепт на сайте blogrecept.ru. Также у меня есть каналы на Яндекс Дзен, на Ютуб, на Рутуб и в Телеграм. Есть группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Все ссылки вы найдете под видео или в профиле. Подписывайтесь на удобный для вас формат и не забывайте ставить лайки. Приятного вам аппетита!